Взаимодействие руководства республики и бизнес-сообщества позволяет сохранять положительную социально-экономическую динамику в республике, отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. Жалоб от бизнесменов в Чувашии поступает значительно меньше, чем прежде, сообщил Абмунсвен прессе. В сравнении с другими регионами обращение к уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте России в Чувашии тоже меньше. Если в Перми их около двух тысяч, то в нашей республике всего шестьсот. Мы довольны работой. Иванова, Владимира, он взвешенно подходит. Бизнес в центре, в частности в Москве, живет и развивается по другим законам, нежели в глубинке. Именно поэтому Борис Титов ездит по регионам, чтобы своими глазами увидеть картину. Приезжая в какой-нибудь город, амбуцмен по правам предпринимателей первым делом идет на базар. За новостями в Чебоксарах он поговорил с продавцами центрального колхозного рынка. Они знают все об экономике, какой курс, какая цена на нефть и прочее. Поэтому они очень обоснованы и профессионально нам говорили о том, что происходит сегодня с экономикой. Главный вывод в том, что на, как они оценивают, 20-30% упали продажи. И упали они потому, что люди стали тратить меньше. Есть и положительные моменты, которые Борис Титов отметил в Чувашии. К примеру, он сравнил деятельность нашей ветеринарной службы с одной из региональных. Там поступила жалоба о том, что за два клейма на мясе деньги берут два раза. Один раз при забое, другой на рынке. Оказалось, что у вас все гуманнее. Кажется, это в инструкции действует по-разному в разных регионах. Кажется, у вас, да, доната два раза штамп, но за второй штамп деньги не берут. В целом Чуваша имеет отличные возможности по привлечению бизнеса на свою территорию, подчеркнул омбудсмен. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика.